Всем привет дорогие друзья, с вами снова Клонди Блейз и сегодня я бы хотел показать вам мою основную полочку с лего наборами, а также некоторыми фигурками, которые собственно есть у меня в коллекции. Вот, эта полка уже фигурировала в обзоре на всю мою коллекцию, вот где-то полгода назад, ну а там я ее показал не так подробно, сейчас же я хочу, ну собственно более подробно ее показать и сделать акцент на мини фигурках в том числе. Вот, изменения произошли не глобальные, по сути всего одно изменение, но зато какое, но об этом позже. Давайте начнем с самого низа, вот тут у нас набор по экзофорс, самый большой из тех, что у меня имеется в коллекции под названием страйкинг веном. Вот он тут стоит вообще отдельно от моей основной коллекции экзофорс, поскольку он туда просто не помещается, он действительно большой и кроме как вот на нижней полке для него места к сожалению не нашлось, но тут он тоже в принципе выглядит очень неплохо. Далее часть набора от Лего Вайкингс, там такой дракон, вот он был в наборе с крепостью викингов, самый большой набор собственно из этой серии, вот но стоит он у меня здесь, потому что ну просто ему тут мне кажется очень удобно, тут место для него идеально нашлось. Вот там же набор у меня в другом месте. Далее тут два звездолета из Star Wars, это перехватничный перехватчик, просто корабль наемников, по-моему 10-го года. И второй, это уже 2012 год, набор со звездолетом Мандалорским, там где еще был Привитсла, вот и он довольно-таки раритетный, у меня кстати 3х2, но второй пожелтел. Далее набор по Monster Fighters, небольшой такой, и тут еще ровно Red Bull не видит на этом цикле. И переходим выше, тут у нас набор Fulego Castle, самый большой в принципе из этой линейки, вышедший где-то год назад, и собственно тут занимает почти все пространство, в королевство он у меня не поместился, поэтому пришлось ставить его отдельно. Он тут со всеми фигурками, разве что пришлось некоторые знамена поснимать, потому что там они уже по высоте просто не подходили. Вот, ну и кроме этого тут всякая мелочь, то есть там оружие, блистер-паки, вот эти вот постройки от них, и некоторые самодельные от батлпаков. Вот тут дропшип имперский, там еще один такой же, это от нового с клонами Асоки, и тут еще набор Studios 2002 года с лабораторией Францинштейна. Такой вот классный набор, обзор я думаю сделаю на Хэллоуин, который вот скоро будет, относительно скоро. И там еще сзади Тайфайтер стоит. Идем выше, и тут по большей части мини-фигурки, ну и еще дуэльный Мустафари самодельный, который очень сильно отсылает на версию Домината Спейса, поэтому я отдельный обзор не делал, но она тут так тоже неплохо стоит. Вот, что же касается мини-фигурок, я их в обзоре на коллекцию особо не затратил, сейчас же давайте на них взглянем. Тут у меня сепаратисты, вот собственно во главе с графом Дуку, тут еще Гривус, Нутганрей по войне клонов, Нутганрей по фильмам, Асаш Вентрес, Джанго Фетт, это типа Ваттамбор кастомный. И еще такой вот чувак, хоть это и не сепаратист, но по дизайну очень похож. Далее еще один самодельный Гривус, потом раритетный Гривус, дроиды Б2, Магнастражи, Джаназианцы, потом Нейматианский Стражник, там еще дроиды БХ, и далее уже Б1 дроиды, но сначала понятно командеры, секьюрити дроиды, дроиды танкисты, пилоты, джаназианские дроиды и так далее, ну потом уже обычные. И сзади еще стоят дроиды, три обыкновенных, один Снайпер, Степ, Сингл Труппер, Ариал Платформ, и там еще, конечно не видно, но в общем там мой самодельный дроид еще один. Вот далее тут Спайдер дроид из набора 2008 года, Хеллфайр дроид, вот, ну это часть этого набора, как бы рядом с сепаратистами стоит, тут Гривус упал. Да, тут мои Мандалорцы из Дозора Смерти, некоторые, да, их тут довольно-таки много, вот, хоть у некоторых я руки синие позабирал для 501, надо будет потом их восстановить, но тут не все, тут нету привильцев, тут только вот этот полукастомный, вот, но они тут просто идеально вместились на одну пластинку, я решил, почему бы и нет. Ну и далее Империи, Империи у меня не так много, как, допустим, Республики, но тем не менее, там различные идут сначала Адмиралы, Траун, Тартин, ну и всякие другие, потом Штурмовики Схоттап и обычные, раритетные есть, по большей части, но и есть еще версия 2014 и 2020 года. Ну и потом там еще всякие Кримзон Трупперы, Шэдоу Трупперы и так далее, Гвардейцы и Разведывательный Дроид. Вот, ну, в принципе, Империи у меня не так много, вот, хотя я могу еще сюда поставить Дарта Вейдеров, тогда будет чуть побольше, но они у меня стоят там, где все ситхи. Вот, ну и, собственно, переходим к основной части мини-фигурок под Звездным Войном, тут они разделены на клонов и на неклонов, собственно. Вот, ну тут я уже на каждом останавливаться не буду, я, может, потом сделаю отдельный обзор на все фигурки. Вот, тут идут сначала Энакины, Энакинов тут много, потом идет Оби-Ван, потом Квай-Гон, Йода, Асока, всякие другие различные джедаи поначалу, те, которые относятся к фракции Республики. Вот, потом уже переход на ситхов идет, там Стартиллеров много, Дарта Вейдеров, куча ситхов по Старой Республике, самодельных и не только, даже есть Дарт Малгус, вон он там стоит, Дарт Малгус, Дарт Бэйн самодельный и многие другие. Так, конечно, не очень видно, вот, поэтому я, наверное, все-таки сниму отдельный обзор, вон там Привиксил, о котором я упоминал ранее, вот, но на клонах, я думаю, все-таки остановиться чуть подробнее. Тут у меня 501-й, вот, рядом 212-й, потом идет 104-й, я, кстати, своего Вульфи буквально вчера обновил, вот, я ему, наконец-таки, докупил полноценный комплект в виде ног и туловища от оригинального Вульфи, так что теперь он выглядит полностью завершенным. Далее там еще небольшой отряд 41-го корпуса, 187-й Легион, Шоктрупперы, Взвод Дума, пара джанзианских клонов, Форда 1-й и 2-й фазы, и далее идут уже обычные клоны 1-й фазы брони, сначала по 2-му эпизоду и потом по Войне Клонов. И далее там еще идут всякие фигурки не клонов, которые уже сюда не помещаются, да, их настолько много, там вон самые недавние мои приобретения, там Дарт Вейдер, еще пару джедаев, Боба Фетт, фигурки 99-го года некоторые, и еще хромовый этот, Троид 1. Так, переходим выше, тут уже, думаю, все побыстрее пойдет, Ви-Винг, по-моему, 2006-го года, звездолет Энакина, звездолет Убивана, еще один звездолет Убивана, республиканский фрегат 2011-го или 2010-го года, вообще один из моих любимых наборов по Звездным Войнам, очень нравится, и тут совместительство один из самых первых. Вот, далее, AK-TE 2008-го года, как по мне, его лучшая версия, вот в ней как раз-таки был Капитан Рекс, кстати, у меня два Капитана Рекса, вот один с дефектом на шлеме, вот, и там еще, сзади еще один стоит, вот Рекс, еще один, так что у меня их два первой фазы и еще один второй, ну, второй это кастомный. Далее, Труботанк, 2011-го года, тоже его лучшая версия, как по мне, и сверху тут еще расположился Z-95 Headhunter и также ARK-170. Идем выше, и тут как раз-таки самые значительные изменения, ну, во-первых, Винатор, ну, Винатор там всегда стоял, набор классный, вот, буквально пару дней назад, по-моему, вышел UCS Винатор, вот, за 650 долларов я его покупать, понятное дело, не буду, мне, в принципе, и этого достаточно. И, в принципе, самый большой набор, который есть у меня в коллекции по Звездным Войнам, это Дропшип вместе с AT&T. Я в обзоре на коллекцию как раз говорил, то, что тут будет располагаться нечто грандиозное, и так оно и вышло. Это, наверное, мой любимый набор, не только из тех, что у меня есть в коллекции, а вообще, в принципе, и даже не только в Звездных Войнах, вот, ну, причиной тому, много, на самом деле, тому причин, вот. Вот, ну, во-первых, и сам Дропшип, и AT&T больше, кроме как в этом наборе, нигде не попадались, они полностью эксклюзивны. Вот, я бы, конечно, хотел их по раздельности поставить отдельно, Дропшип отдельно, шагоход, но тогда бы они, ну, просто не вместились у меня, и так тут места мало. Далее обновленная, незримая, тлайн генерала Гривуса, и Эйвинг один стоит. Вот, и там еще выше некоторые другие наборы, но они не такие интересные, поэтому заострять на них внимания не будем. Вот, ну, и тут еще сбоку небольшая полочка с постером из четвертого эпизода со штурмовиками. Хран джедаев, туда я поставил световый меч самодельный, тут еще пару фигурок, ну, таких сторонних, всякие дроиды, сын Джабы Хатта, Ранкор, и еще некоторые вот праздничные фигурки, и так далее. И вот, кстати, пожелтевшие эти штурмовики республики. Далее тут просто рандомные наборы по экзофорс, Дуэль Мустафари, и еще по Эльджинс маленький набор. Тут коллекция Лего Бэтмен, и тут экзофорс, ну, а там просто коробки зачастую, ну, точнее, в большинстве своем там лежат какие-то детальки лего разродненные. Вот, ну, и тут еще пушки от Батл Пака, набор, ну, какой-то новогодний набор с Санта Клаусом, серия World Racers. И самый, ну, не самый, конечно, большой, но очень классный набор, который мне нравится, я его купил уже очень давно, причем запечатанным. Вот, ну, тут некоторые фигурки по Бэтмену, диорама по пятому эпизоду, это у нас тренировки Люка на планете Дагуба, и сверху еще пиратский корабль из серии Крейтор. Так что такая вот моя полочка с лего-наборами из Звездных Войн, и не только. Пишите в комментариях, как вам она, вот, и стоит ли делать отдельный обзор на фигурки, потому что я не так давно снимал про армию клонов. Видео, оно, в принципе, ну, изменилось, но незначительно. Вот, в то время как на всяких джедаев, ситхов и прочих фигурок, я снимал обзор еще более года назад, и тут изменения действительно произошли. Ну, не прям грандиозные, но тем не менее весьма значимые. Так что, возможно, такой обзор вскоре выйдет. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока, друзья!